Всем привет! Сегодня у нас 5 сентября, какое небо красивое у нас. Сегодня хоть нету дождя. Обычно утром дождь. Какие интересные картины можно наблюдать на небе. Скоро буду собирать каштаны для фотореквизита. Видите, какие классные они, какие смешные. Скоро они будут падать и будет много-много-много-много каштанов. Будем делать садик поделки и для фотореквизита. А вы собираетесь такие? Смотрите, какие кадры красивые. Мне нравится каштан. Еще из готовых работ у меня есть вот такой вот зайка. Зовут его Аня. Это по моему прошлому, то что я вязала, из прошлого влога показывала зайку бежевого. Это по такой же схеме, только однотонный и вот такой вот красивый. Более подробно я потом расскажу про него на столе. Наверное, покажу все детали и все. Ну а сейчас просто говорю, если вы знаете, я безумно довольна этим, как у меня он получился. Он такой нежный, он такой интересный и мне очень-очень-очень сильно он нравится. Я ему приделала такой, как ожерелье и бантик сверху. Мне он очень нравится, очень красивый. И начала вязать новую игрушку. Она по чужому мастер-классу. Это будет пингвинчик. Она связана по, будет вяжется по мастер-классу Лама-Мама. То есть и с этим мастер-классом была очень такая интересная штука. Сейчас вам расскажу. Я также живу в Латвии. Я не имею права, возможности купить мастер-класс у российского мастера. Это связано все с карточками, просто я не могу перечислить деньги. И поэтому я купила мастер-класс на эти у нее. И я ошиблась и не посмотрела, что мастер-класс на английском языке. В этом мастер-классе новые техники, которых я не понимала. В общем, купила мастер-класс на русском языке и не поняла пару моментов. Поэтому в одной сети с картинками я написала автору. И она мне скинула мастер-класс на русском языке и прислала моменты, которые я не поняла. Так что у меня теперь все понятно и я буду спокойно вязать. Это вообще очень прикольно, когда автор такой дружелюбный. И начала вязать новую игрушку. Она по чужому мастер-классу. Это будет пингвинчик. Она будет вяжется по мастер-классу вам и мама. То есть с этим мастер-классом была очень такая интересная штука. Сейчас вам расскажу. Я также живу в Латвии. Я не имею возможности купить мастер-класс у российского мастера. Это связано все с карточками. Просто я не могу перечислить деньги. И поэтому я купила мастер-класс на эти у нее. И я ошиблась и не посмотрела, что мастер-класс на английском языке. В этом мастер-классе новые техники, которых я не понимала. В общем, купила мастер-класс на английском языке и не поняла пару моментов. Поэтому в одной сети с картинками я написала автору. И она мне скинула мастер-класс на русском языке и прислала моменты, которые я не поняла. Так что у меня теперь все понятно и я буду спокойно вязать. Это вообще очень прикольно, когда автор такой дружелюбный. Всем большой привет! Наконец-таки я на столе и готова вам кое-что показать. Я вам уже показывала зайчика своего по своему мастер-классу Ани. Его зовут вот такой вот он красивый. Мне он очень нравится. Давайте его рассмотрим поближе. У него есть вот такая вот бантик. Он снимается. Здесь сзади я привязала, просто сделала бантик. И есть вот такие вот ожерелья. Такое. Потому что мне хотелось, когда он был просто голубой, мне хотелось как что-то добавить ему. То ли сумочку, то ли какой-то комбинезончик. И вот эта пряжа, кстати, это у нас Яронарт Элеганс. Мне она очень нравится. Она с таким как металлическим блеском. Я из нее вышивала, кстати, носик, бровки и все делала оформление. Это у меня тоже джинс. И голубой цвет тоже джинс. Здесь есть маленькая хитрость. Уши вязалась другим крючком. Крючком от кловер номер 3. Так что вот такой вот зайка у меня получился. Здесь немножко это, но это хвост. Я забыла ему хвост. Мой косяк. Но я это исправлю и сделаю ему хвост. Вот такой вот у меня жарчонок появился. Красавец. И я вам недавно показывала. Нет, я вам говорила о том, что я еще сделала гриб. Сейчас я вам его покажу. Вот такой вот у меня грибочек мухомор. Вот у него такая ножка. Честно говоря, мне кажется, и вот здесь вот шапочка. На шапочке тоже белые такие, как точечки, как у настоящего мухомора. Носик, ротик, шапочка, шарфик и ручки вот такие вот. В целом, могу сказать, мне он нравится. Но, наверное, я бы сделала бы потоньше бы ножку и не делала бы, скажем, носик. Может быть, ротик бы делала, носик бы точно не делала. И голову сделала бы побольше, чтобы глазки были видны. Как-то вот немножко по-другому. Но это первый пробный такой вариант. Поэтому, в принципе, я им довольна. Это я вязала шарфик Газал рок-н-ролл. Я, кстати, заказала еще себе такую пряжу. Я хочу тут немного процессов. Вот. Так что такие вот две игрушки у меня получились. Из нового я начала вязать пингвина по мастер-классу Лама-мама. Я уже вам об этом говорила, что я купила мастер-класс. И сейчас я жду пряжу к нему. Ярнарт джинс и все цвета. Я думаю, что, может быть, либо в этом влоге, либо уже в следующем влоге я вам покажу свою покупку пряжи. Как раз вот-вот она должна приехать. И жду еще посылку с сайта AliExpress. Тоже много чего интересного. Я думаю, что будет отдельное видео про то, что я вяжу с AliExpress. Не вяжу с AliExpress, а то, что я купила для фотографий и для декора дома с сайта AliExpress. Еще я хотела вам рассказать по поводу того, что я купила. Я у нас в магазине в простом купила вот такую вот вазочку. Сейчас я вам ее достану и покажу. Вот такая вот вазочка. У меня где-то были цветы не искусственные для фотографий, либо к дому просто поставить. Будет классно. Мне просто очень нравится, когда на фотографиях мелькают какие-то цветочки, либо что-то. И вот пока дома хранить вот такой вот. И на этом на сегодня все. Пошла я дальше заниматься рукоделием и всякими делами. И пойдем сейчас с дочкой на тренировку. Так что всем пока-пока. Всем большой привет, всем доброе утро. У нас на часах 5.55. Я уже погуляла с Софией и поняла, что хочу вам снять распаковку пряжи, которую я получила. Итак, первый моток. Я заказала вот такой вот газа джинс. Это у нас номер 36. Я его буду использовать для счетчик. Дальше я заказала вот такой вот пыльная роза цвет номер 65. Его я для одного проекта заказала. Я заказала целых четыре мотка. Вот два, три, четыре мотка. Это номер двадцать восемь. Вот такой вот. Он не черный, он темно-серый, с немножко белым. Зачем я заказала столько много? Затем, что я хочу повязать черных, темно-черный из этой пряжи зайчиков своих, а они, которых я вам уже показывала пару минут назад. Давайте уберу и дальше буду показывать. Дальше я заказала вот такой вот оранжевый. Оранжевый. Это номер восемьдесят пятый. Все это у меня yarnart джинс. Дальше вот такой вот зеленый. Мне кажется, он будет в сочетании вот с этим вот пыльно-розовым. Очень хорошо. Сейчас тут свет не дневной, поэтому плохо передается. И вот такой вот еще я заказала восемьдесят восьмой номер. Он желтый. Мне кажется, что в этой гамме я тоже хочу что-то повязать. Есть у меня одна затея в голове. Дальше из джинса еще вот такой вот персиковый. Это у нас номер семьдесят три. Не знаю, что-нибудь там шарфик или что-то. Может быть, такого зайчика сейчас не знаю. Также для новогоднего зайчика я поняла, что у меня дома нет этой пряжи. Это номер пятьдесят два. Тоже джинс. Вот такой вот новогодний с красным. Как раз будет новогодний такой темно-зеленый измерили. На этом у меня из пряжи yarnart джинс все. Так что я ее сейчас уберу и к вам подключусь. Еще я заказала для себя новую пряжу попробовать. Это вот такая вот пряжа gazal джинс. Это пятьдесят грамм на сто семьдесят метров. И это у нас, я не вижу, пятьдесят восемь процентов хлопок и сорок два процента акрил. Я заказала два мотка вот такого вот серого цвета. Я хочу связать из этой пряжи, попробовать своего зайчика Ани. Вот в таком вот сером цвете. Я просто попаялась, что у меня одного мотка не хватит. Также я заказала вот такой вот розовый и забыла сказать этот цвет. Сейчас скажу. Это у нас цвет номер один одиннадцать десять. Такой вот розовый. Это номер одиннадцать шестнадцать. Такой вот нежно розовый. Может быть какую-то погремушку свежую или еще что-то. Мне очень просто на картинке понравился цвет. И купила, заказала два почти одинаковых цвета. Один немножко темнее. Второй телесно более такой светлый. Более светлый. Это у нас одиннадцать двадцать один. И более темный такой шоколадный. Как молочный шоколад цвета. Одиннадцать двенадцать. Вот такой вот заказ был у меня пряжа из газала. Я еще не это ничего не все. И еще я заказала вот такую вот пряжу. Это тоже газал рок-н-ролл. Я уже из нее вязала. Я из нее что-то я из нее вязала. И по-моему даже в одной из кукол я вязала из нее этот шарфик. Волосы. Но мне очень понравилось. Поэтому я не оставила это. По-моему даже не фотографировала. Может быть фотографировала не помню. Это у нас 21% акрила. 70% полиамида. И 9% мериновая шерсть. Мне она очень нравится. Эта пряжа. Она такая. Из нее хорошо вяжется. Вот. Это 150 грамм и 115 метров. Вот такая вот. Вот такой вот цвет. Желтый. И не подумайте, что я патриотично какой-нибудь в другой стране. Просто так. Для проектов мне нужны были именно такие цветы. И вот такой вот голубой. Он очень красивый. Он такой как переливающийся. Очень красивый. И этот цвет у нас 13903. А желтый. Это у нас. Сейчас скажу. И не вижу. Вот. Я не вижу цвета. А. Так. 13908. Там спрятался. Я вам показала. И заказала целых 4 мотка одного цвета. Я вообще, когда я заказывала на фотографиях, мне казалось, что он будет такой сероватый. Но он оказался офигенно красивым цветом. В голубом подтоне. Мне очень понравилось. Такой серо-фиолетово-синий. Это тоже газал рок-н-ролл. Цвет 13254. Я его заказала. Зачем так много одинакового? Хочу себе попробовать связать шапочку. Я тут увидела, какие получаются шапочки из этой пряжи. И я поняла, что я такую хочу. Вот такой вот. Вот такой вот влог у меня сегодня получился. Спасибо большое, что смотрели мое это видео. Я всем желаю ровных столбиков. Отличного настроения. И наверное заряда позитива. И чтобы все у вас было хорошо. Всем пока-пока.